Украинская столица 13.00 в эфире свежий выпуск новостей о главном к этому часу. Один украинский военный ранен на Донбассе. Он сейчас в мобильном госпитале, сообщил спикер Министерство обороны Дмитрий Гуцуляк. С начала суток российские оккупанты дважды нарушили режим тишины. На рассвете обстреляли украинские опорные пункты в районе Малинки. Выпустив 30 мин запрещенного калибра 120 мм, на Приморском участке боевики развернули минометы по защитникам Широкина. Выпустили 7 мин. Обстреливают боевики опорные пункты украинских военных и под Новозвановкой. По позициям, занятым бойцами месяц назад, российские оккупанты применяют минометы, а также открывают огонь из танка. Репортаж с передовой корреспондента ЮЭТВ Игоря Меделяна. На позиции украинских бойцов едем в уверенности, что там тихо. Около двух недель назад противник снизил активность до минимума. Единственная сложность – дорога. Сутки дождей сделали ее непроходимой для обычных машин. И вот перед глазами окопы. Еще месяц назад здесь их не было. Километр за спиной был серой зоной, за которую шли ожесточенные бои. Им приходится теперь менять всю систему обороны, систему огня, отходить назад, потому что они у нас как в тире на ладони. Мы их видим и можем их уничтожать. Градом боеприпасов среагировал противник на продвижение украинцев по своей же земле. Ответ, как говорят на фронте, был адекватен. Последствия вражеских ударов видны воочию. Как, например, вот этот блиндаж, полностью уничтоженный снарядом. Работал танк. Мы успели 30 секунд отсюда уйти. Три прихода рядом и четвертое прямое попадание. Танк, который вроде по всем минским соглашениям запрещено. А вот это часть тех самых новых позиций. Получив преимущество над противником, украинцы занялись их укреплением. По-новому увидим противника. Это хорошо. Я думаю, в дальнейшем мы будем заниматься новые и новые позиции. Все, дальше, дальше, дальше будем идти вперед. Вот только в этот день оккупанты решили иначе. Шуршает. Летит. Сейчас будет приземляться. Шуршат, летят и приземляются. Одна за другой мины, выпущенные противником. Миномет пошуршал. Приход был. Это рядышком работают уже все пары. Ого. Это уже тяжелее было. Намного. Мины летят над головами, но приземляются в другой стороне. Как позже объяснили бойцы, противник мог навести минометы и по их позиции. Так целый день вот это слышишь. Выход, приход, выход, приход. И ждешь, где он будет лететь, в какую сторону. Вот здесь здесь окопчик, где спрятаться. Можно лечь. В этот день обстреливали несколько позиций сразу, чтобы не дать украинским воинам укрепиться. Враг пытается всеми силами и средствами не допустить, чтобы мы нормально оборудовали свои огневые позиции, потому что им тогда придется намного сложнее. Поэтому сегодня как раз вы и попали на это. Уходим с позиции, когда вновь наступило затишье. Но оно оказалось недлительным. Мы ушли уже достаточно далеко с позиции, практически несколько километров. И сейчас слышим, как то же самое место, где мы буквально недавно снимали свой сегодняшний материал, начали обстреливать из тяжелого вооружения. Стрельбы, атака на морскую цель, тренировки по противовоздушной обороне. Украинские военные моряки провели учения в Азовском море. Тренировались экипажи малых бронированных катеров Кременчук и Лубны. К учениям также привлекли вертолет Ми-14 морской авиационной бригады. В пресс-центре объединенных сил отметили такие тренировки. Делают работу экипажей кораблей более слаженной, помогают военным быть готовыми к любому развитию событий. Полицейских офицеров общин вводят в Украине. Они постепенно заменят участковых. Первые 34 уже заступают на службу, будут работать в 22 территориальных общинах Днепропетровской области. На Софийской площади в Киеве офицерам вручили сертификаты, ключи от служебной машины, где все необходимое для работы. Полицейских общин отбирали из более чем сотни претендентов. Они все прошли двухмесячные курсы. Полицейские будут более самостоятельными и смогут быстро реагировать на потребности жителей общины, так как служить будут там, где живут. Следующий набор на полицейского офицера общины проведут в Кировоградской области. Проекта хватит около 30 тысяч небольших городов, в которых проживают 28 миллионов наших граждан. Кто такой полицейский офицер общины? Это офицер полиции, ориентированный на решение потребностей именно своей территориальной общины. Он доступен для населения, потому что постоянно рядом с людьми живет и работает на территории территориальной общины. Мы будем работать в полном автономном режиме. С нами будет постоянно оружие. На планшет поступает информация, где что произошло именно в нашей объединенной территориальной общине. И так как мы будем постоянно там находиться, не в нарядах, не в конвоировании где-то, то сразу можем отреагировать на вызовы. Также у нас есть аптечки, бензопила на случай перекрытия дороги упавшим деревом, автомобильные тросы. Мы также будем оказывать первую медпомощь. Исполняющим обязанности канцлера Австрии станет нынешний вице-канцлер Хартвик Легер. Он будет занимать эту должность до досрочных выборов в сентябре этого года. Президент Австрии отправил Себастина Курса в отставку. Накануне политику объявили вотум недоверия в парламенте из-за политического скандала. Несколько местных изданий одновременно опубликовали видеозапись, снятую в июле 2017-го на испанском курорте. На кадрах видно, как на тот момент вице-канцлер Австрии Хайнц Кристиан Штрахе обсуждает финансирование своей предвыборной кампании с некой предполагаемой богатой россиянкой, обещая взамен австрийские госконтракты. После публикации видео Штрахе сразу же подал в отставку, а Курс попытался доказать свою непричастность к ситуации. Однако вскоре оппозиция в австрийском парламенте добилась и его отставки. Он пробыл на посту канцлера Австрии 525 дней. До трех человек возросло количество погибших. В результате нападения мужчины с ножом на людей на остановке в японском городе Кавасаки, недалеко от Токио, 16 человек травмированы, погибли ученица начальной школы и 39-летний мужчина. Среди травмированных большинство школьников их доставили в больницу, сообщили местные власти. На место инцидента немедленно прибыла полиция. Мужчину задержали, после чего он ударил себя ножом и скончался. На месте работают аварийные службы и медики. Запретить меховое производство в Украине требовали защитники животных. Десятки людей пришли к зданию парламента, чтобы народные депутаты проголосовали за соответствующий законопроект. Но на внесение документов в повестку дня не хватило голосов. Законопроект, предложенный зоозащитниками, предусматривает полный запрет меховых ферм в Украине с 2025 года. С переходным периодом в 5 лет. В 18 странах Европы уже отказались от производства меха. Из стран, где действует запрет, производство переносят в те, где оно не запрещено законом, говорят участники акции. У нас нет выбора. Если мы сейчас не примем этот законопроект, производство увеличится в три раза только за один год. Потому что уже есть заявки от европейских производителей меха. И лобби увеличатся в три раза. И шансов будет еще меньше. В отходах норок очень много фосфора и азота. А это основные факторы, зачастую которые загрязняют воду. Плюс отходы очень часто неправильно утилизируются. В связи с этим как раз и загрязняются воды. Молодежная сборная Украины по футболу досрочно обеспечила себе путевку в раунд-плей-офф на чемпионате мира. Во втором матче группы «Д» украинцы обыграли сборную «Катара» 1-0. Единственный мяч забил игрок киевского «Динамо» Денис Попов. После двух поединков сборная Украины набрала максимальное количество побед и досрочно вышла из группы в раунд-плей-офф. В последнем групповом матче на украинцев ожидают противостояние со сборной Нигерии. И новые банкноты номиналом 100 и 200 евро вводят в странах Евросоюза. Обновленные деньги получили более надежную защиту. Изменилась и их ширина. Теперь она будет, как у банкноты, в 50 евро. В Центральном банке ЕС отметили, благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошелек граждан. А банкоматы будут быстрее их обрабатывать. Старые банкноты пока также останутся в обращении, а вот купюру в 500 евро планируют прекратить выпускать. К этому часу пока что все это и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала UITV.ua. Следующий выпуск на русском языке менее чем через два часа. Оставайтесь с нами, будьте в курсе и знайте больше. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова